В эфире новости сейчас на телеканале АИС-ТВ. В студии работает Захар Семенов. Доброе утро. На 10% выросло количество привитых от коронавируса в Иркутской области с начала мая. За это время первый компонент вакцины поставили 19,5 тысяч человек, а второй примерно 18,9 тысяч. Таким 130 тысяч жителей региона. Напомним, к осени планируют привить больше миллиона человек. 16,5 лет дали убийце из Боханского района. Там 37-летний мужчина расправился с конкурентом по неофициальному бизнесу. Машины, используемые как такси, он ставил в центре поселка. А когда знакомый сообщил, что тоже планирует заниматься перевозкой, злоумышленник решил устранить конкурента. На встречу он выстрелил мужчине в голову, затем нанес ножом несколько ударов в живот и шею. Автомобиль вместе с трупом он сжег. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Пьяного дебошира сняли с рейса Бадайбо-Иркутск. Во время полета 40-летний ангарчанин ругался матом, оскорблял борт проводника и курил в туалете. В дежурную часть поступило сообщение, что в аэропорту Иркутска к борту самолета вызывают наряд полиции. На месте мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение закона о запрете курения, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Дорогу в поселке Хужир на Ольхоне ждет капитальный ремонт. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Теперь по плану торги. Будущему подрядчику предстоит отремонтировать почти два километра пути, обустроить земляное полотно, водопропускные трубы, установить дорожные знаки и нанести разметку. Обязательное требование экологов – утилизация воды с дороги, в которую попадают автомобильные жидкости. Поэтому вдоль участка установят сборные емкости. Воду будут вывозить к ближайшим очистным сооружениям. Ранее ремонт дорожного полотна начали на въезде в Хужир. Всего планируют обновить 40 километров Ольхонских дорог. Истории беды, мужества и надежды. В Иркутске прошла премьера документального спектакля о наводнении 2019 года. В его основе – истории пострадавших людей, которые запомнят большую воду на всю жизнь. Создатели постановки собирали воспоминания на затопленных территориях. Слова, полные страха и надежды, соединились движениями и музыкой. Всего в документальный спектакль вошли 9 личных историй. Однако постановка не трагична. Здесь объединяют опыт пережитого ужаса, веру и благодарность тем, кто пришел на помощь. Сегодня спектакль покажут в Шелихове, а в июне постановку увидит и сам Тулун. Спустя ровно два года после трагедии. Я хочу создавать такие движения, которые бы создавали атмосферу того состояния, которое было. То есть они не на тебя влияют не потому, что ты знаешь первая, вторая, третья позиция или какие-то руки или что-то еще, а как бы оно специально создано для этой ситуации и ни в какой другой ситуации оно не подойдет. И на этом у меня все новости. Хорошего дня и до встречи в эфире.